Всем привет! Сегодня приехали в отделение банка. Идем сейчас ремонтировать электропривод на окнах. Так, поднялись электропривод. Работает, но стоит он с этого боку. Поджимает только одну сторону. А с той стороны очень сильно продувается. Наша задача сейчас его, этот привод поставить в середину, чтобы прижим стал более-менее равномерный. В этот момент, когда у нас фиксированный выключатель двухпозиционный, и когда многие забывают, нажали, он закрылся, горит огонек. Соответственно, это не очень хорошо сказывается на самой цепи, на моторчике. Поэтому мы сейчас эту кнопку заменим на нефиксирован. То есть принцип будет тот же, но он будет работать только когда клавиша нажата физически. Он зафиксировался, а тот будет у нас нажал, отпустил, она перестала фиксироваться. Так, если по-простому объяснить. Первым, значит, скрываем нашу кнопку. И ее уберем сейчас. Будем подключать новую. Вот такую кнопку нажал, работает. Нажал, работает. Устил, не работает. Так, отключаем питание. Давайте эту штуку подвинем. Вот в этом, да, обычно бывает. Так, это какой из них? А, вот там, 17, 19. 18, 19. 19. Все. Питание открыто. Размираем кнопку. Вот, кстати, окончик должен быть еще и чуть-чуть вектор. Получается три контакта. Я так и знал. В всякий случай, проверяем сейчас питание. Видно, не видно. Лампочка горит. Да, горит, значит, это оно. Все. Так, сразу отсоединяем все сразу провода. Потому что нам сейчас надо сначала вытащить этот провод, потом уже начинать подключать к этому. Так, да, иди включай автомат. Схему подсоединили, значит, сюда питание приходит. На второй контакт. И перемычка на пятый. И, значит, на закрытие и на открытие. Третий, четвертый контакт. На принципе, схему можно найти в интернете. Сейчас попробуем, будет ли работать наш новый выключатель. Смотрим. Работает. У нас сейчас открывается, а это закрывается. Все. С этим справились. Теперь самое главное. Сейчас нам надо этот удлинить как-то провода, протащить внутри створки, вытащить стеклопакет, все это пропустить. Ну, такой геморрой, конечно, работка. Ну, ладно, что будем делать. Сейчас надо, чтобы пропустить вот этот провод в это место, нам надо сразу вытащить пакет. Будет... Сначала вертикальные штапики мы снимаем. Так, штапики сняли. Сейчас вытаскиваем стеклопакет. Пакет вытащили. Но у нас резинки почему-то прилипли. Сейчас надо протыкать обратно резинки притворные. Вот эти гухари. Дренажа здесь не наблюдаю. Вообще дрян... А, нет, есть дрянаж. Обманываю. Вот он. Видно его дырочку. Тыкаем резинку назад. Откручиваем... Констейн. И вот эти тоже откручиваем. Они нам больше не понадобятся. Все. Ну-ка, черга интересная, да? Так. Все. Сейчас нам надо раскрутить тут питание. Вытащить колодку и снять привод. Все. Мы демонтировали наш привод. Что у нас здесь получается? Вот этот синий и вот этот желтый. Это питание на открытии и питание на закрытии. Вот этот общий. Ноль. И два синих сделали. Почему-то как-вот их не перепутут сейчас. В общем, нам сейчас надо будет это все дело наращивать. Промода пока стоим в покое. Нам сейчас надо... Вот мы установили основание для нашего привода. Сейчас прикрутим еще... Где он? А вот. Фиксатор. Куда у нас будет цепь фиксироваться. Вот в это место. Вот. И... Все, по сути. И нам только проводку останется сделать. Все. Берем... Берем привод. И одеваем его. Да, как мы его оденем? А, все, я понял. Мы сейчас его одеваем. Вот так вот. Нам надо сейчас шпоночку запихать. Нам надо откинуть окно. Откинуть окно. Ага, откинули. Шпоночку мы нашу выкручиваем. До каких пор, пока непонятно. И прикладываем. Да. Как же надо подсоединять сейчас электрику. Но он не получится. Так, все заходит, но электрику надо подсоединить. Мы нарастили наши провода, чтобы нам хватило. Собрали обратно клемму. Сейчас ее фиксируем. И все. Идем проверять. Так, все, мы назад подцепили клеммочку. Сейчас идем. Включаем и проверяем роботоспособность нашей вот этой системы проводочной. Так, все работает. Работает. Закрываем. Так, у нас язычок вылез. Нам сейчас надо его подсоединить. И, в принципе, зафиксировать шпонку и все. Все, мы все проверяли. Все собрали обратно в эту кожурку. Перекрутили, потому что нас цепь задевала оба створку. Сейчас все у нас хорошо. Одеваем и задевать ничего не должно. Значит, что мы сделали? Мы все подсоединили, поставили шпоночку. И сейчас проверяем, как все работает у нас. Оп. Слушка, ну вообще жестко. Да. Ну что, все, открывай. В смысле? Открывай. Нет? Что, тоже высоко, что ли? Так, ну вот смотрим. Оп. Все закрылось. Флотно. Теперь открываем. Все открывается. Короче, цепь цепляла об створку. Нам пришлось вот это основание поднять и перекрутить вот этот. Вниз с нарезами. И теперь, как видим, все работает. Опа. Все, огонь. Собираем все. А, прям провода сейчас надо пропускать. Чтобы нам этот кабель провести, мы сейчас надели вот снятую эту кожух, как он называется, оплетку. Вот, отмечаем. Поставили штапик, отметили. Кромношом. Две отметочки. Нам сейчас надо будет здесь, ну, ножницы просто вырежем. В прорезь, и все. Он туда у нас прячется. Ну, вот так у нас это получилось. Аккуратненько заходит в штапик. Начинаем загерметизировать, если получится. Все. Сейчас ставим пакет. Ставим штапики. И прячем провода внутрь от створки. Ах. Да. Стеклим. Кину сейчас, конечно, придет. Ну, давай. Он с триплексом. Очень тяжелый. Будем сейчас его сюда ставить. Так, берем штапик. Вот, провод мы так как-то более-менее спрятали. Очень классно получилось. Конечно. Лишнего много. Штапик ставим. Ну, защелкиваем его. Защелкиваем. А, ну, все. А, ну, все. А, ну, все. Так, сейчас нижний ставим. Давайте провода уже потом решим. Как их узелком завязать. Так же, наставим. Да. Ставим сначала горизонтальные штапики. Оп. Все защелкнулось. Теперь боковой. Оп. Защелкнули. Вот эту штучку можно назад. Так. Теперь нам надо подрезать в этом месте, где будут выходить у нас... Ну, лучше, конечно, ближе к петле. Где-то вот в этом месте мы сейчас еще сделаем отверстие. И выпустим наши проводочки. Ну, вот так как-то мы выгрузили. Ну, просто ножницами. Потому что видимая часть это вот эта. Только сейчас обработаем грани рашпилем. И будет все красиво. Вот в таком положении мы сейчас будем забивать штапик. Оп. Все, штапик забился. Сейчас этот сюда у нас идет кабель-канал провод. Все туда запрятали. Кабель-канал. Так. Где он стоял? Привод. Короче, пустота. Ладно. У нас есть маленький канал. Ну, хоть как-то спрячем. Останется сейчас вот так вот будет. Ну, маленькая. Как тебе по эстетике? Как тебе по эстетике? Как тебе по эстетике? Такой вариант. Многословий слов. Так. Ну, вот когда все самое легкое сделано, у нас Михаил полез. Да, делайте все равно эту самую тяжелую работу. Это надо установить... Молчание. Красноречивее слов. Надо установить у нас кленовую резину и повесить жалюзи. Эту работу он никому не доверяет. Всяким подсобникам. А делает ее всегда самолично. Он мастер по затыкиванию резинки. Ну, и будем тестить, что у нас получится по итогу. Надо нам обратно повесить жалюзи. Тоже ответственная работа. Не каждый ее сможет выполнить квалифицированно. Ну, вот у нас такой салбол в компании есть специалисты. Ну что, проверяем работу. Так, мы сейчас закрыли. Открываем. Насколько откроется он? Ну, какой угол? Опа! Ну, довольно-таки большой угол. Теперь закрываем. Закрывается. Вот, я нажимаю, он гудит. Вот так было всегда. То есть, он всегда гудил у них там. Хотя, там какие-то концевики должны быть. Ну, все. Работа закончена. Кстати, анонсируем. Вот разбитый стеклопакет, видите? В следующий выходной мы приедем его. С цепенистками. Его на улицу будем вытаскивать. Ведем итог. Мы заменили кнопку. Поставили кнопку, которая должна быть нефиксируемая. Мы переместили электропривод, как он должен стоять по центру створки. То есть, у него сейчас прижим чуть-чуть левее от ручки. То есть, прижимается створка полностью, а не только один край. Ну, и все.